Добрый день! В эфире программа «Русская политика», в которой мы говорим о происходящих событиях с точки зрения интересов нашей страны. На минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Великобританию. Он выступил в лондонской школе экономики с речью. Эта речь достойна того, чтобы мы ее разобрали подробно. Как и в предшествующие три столетия, Россия сегодня готова брать на себя свою долю ответственности за положение дел в мире. У нас нет великодержавных амбиций, равно как нет комплекса неполноценности. Настроены на поиск развязок любых проблем на основе здравого смысла и баланса интересов. Многие заголовки в интернете сразу запестрели сообщениями, что Россия отказывается от великодержавности. Как видите, Сергей Лавров сказал по-другому. У нас нет комплекса неполноценности, нет комплекса великодержавности. Россия настроена на соблюдение своих национальных интересов. Именно об этом он заявляет в Центре мировой политики в Лондоне. Обратите внимание на то, что и место выбрано очень удачное. Полное название школы, в которой он выступает, Лондонская школа экономики и политики. Философия совместной работы лежит в основе всей внешней политики России. Мы давно отказались от идеологизированной политики, сделав выбор в пользу прагматизма, многовекторности и неконфронтационного продвижения понятных национальных интересов. Россия давным-давно отказалась от какой бы то ни было идеологии, кроме идеологии здравого смысла. А вот наши западные партнеры продолжают придерживаться идеологических принципов во всем, что касается взаимоотношений с нашей страной. Нужно от этого отказаться. Смогут ли они отказаться? Думаю, что вряд ли. Но, по крайней мере, призвать их это сделать в Центре мировой политики, министр иностранных дел России просто обязан. Многое будет зависеть от того, как пойдут дела с созданием Европро. Выступаем за реализацию этого проекта на принципах равноправия, сопряжении имеющихся у России и стран НАТО потенциалов. Этот проект станет тестом на искренность декларации о готовности к партнерству. Рассчитываем, что работа будет вестись честно. Честность в политике — это нонсенс. Рассчитывать на то, что наши англосаксонские партнеры начнут относиться к России по-честному, не приходится. Но министр иностранных дел России должен об этом заявить. Он ведь дипломат. А дипломат — это тот человек, которому язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Мы помним, как честно относились НАТО и европейские партнеры к России и Советскому Союзу раньше. Когда были получены устные заверения о том, что НАТО не будет продвигаться на восток, и все бывшие так называемые страны социалистического содружества очень быстро стали членами НАТО. Более того, членами НАТО стали даже некоторые республики Советского Союза. Все это стало возможным, потому что руководители Советского Союза, сдавая одну позицию за другой, даже не удосужились заключить письменное соглашение, в котором были бы четко прописаны обязательства западных стран не выдвигать свой военный блок к нашим границам. Трагедия 24 января в аэропорту Домодедово унесло жизни граждан шести стран, в том числе гражданина Великобритании. К сожалению, именно в этой области наше сотрудничество буксует. Не по нашей вине. Сотрудничество с Великобританией в деле борьбы с терроризмом на сегодняшний день невозможно, и дело не продвигается вперед. Почему? Потому что Великобритания после смерти Литвиненко приостановила всякое сотрудничество с Россией в этой области. Занята очень удобная для англичан позиция. Выдайте нам гражданина России для суда Великобритании. Это противоречит Конституции России. Ну что ж, раз вы не выдаете нам своего гражданина и не хотите нарушить свою Конституцию, тогда мы не будем бороться с вами против террористов. Вот такую политику сегодня ведет Великобритания, и о ее вредоносности и неконструктивности пытается заявить в Лондоне Сергей Лавров. Посмотрим, что сделает Великобритания. Мое глубокое убеждение, что ничего нового мы в этой сфере не увидим. Как англичане с нами не сотрудничали, так и не будут сотрудничать дальше. Как не выдавали нам всех тех политических, в кавычках, беженцев, которые нашли приют в Лондоне, так и не будут их выдавать. Начать сотрудничество с Россией в деле борьбы с терроризмом, начать сотрудничество в России в деле выдачи преступников, совершивших преступления в России, кто же тогда будет сотрудничать с Великобританией дальше? Весьма интересные новости происходят на финансовом рынке. Как известно, финансовое могущество Соединенных Штатов во многом покоится на безудержном выпуске не просто доллара, а долларовых долговых обязательств, так называемых трежерис. Дефицит государственного бюджета Соединенных Штатов Америки финансируется именно этим способом. Долговые обязательства продаются всем желающим. Ну а все желающие с радостью покупают эти долговые обязательства, накапливая у себя так называемые трежерисы и финансируя государственный долг Соединенных Штатов Америки. Так вот, в конце 2010 года ситуация начала меняться, и достаточно быстро. Что происходит? Китай является крупнейшим держателем долларовых облигаций. Китай начал продавать эти облигации. Пока что немного по сравнению с тем, что он имеет. Около 4 миллиардов долларов получил Китай за проданные облигации в декабре 2010 года. А вот Россия начала избавление от американских долговых бумаг значительно быстрее. За два месяца, ноябре и декабре 2010 года, количество бумаг, которые находятся у Российской Федерации, сокрасилось сразу на 20%, или примерно на 25 миллиардов долларов. Крупнейшим держателем американского государственного долга продолжает оставаться Китай. Однако его уже активно догоняет Япония. В настоящее время разрыв между этими двумя основными держателями американских долговых бумаг составляет всего 8 миллиардов долларов. Бумагами на 891,6 миллиардов долларов владеет Китай, и на 883,6 миллиардов долларов японцы. Обратите внимание, кто продает американские долговые бумаги, и кто их покупает? Продает Китай и Россия. Покупает Япония, и кто еще? Великобритания. Получается очень забавная ситуация. Это как из кабака выходят два пьяных и, поддерживая друг друга, стараются добраться до своего дома. Точно так же Великобритания и США в обнимку, шатаясь под тяжестью своих долговых обязательств, стараются выйти из финансового кризиса. Великобритания покупает долговые обязательства Соединенных Штатов Америки, при этом сама имеет огромный государственный долг и выпускает долговые обязательства. Перед нами цирк абсурда. Для того, чтобы купить американские долговые обязательства, Великобритания сама берет в долг под проценты. Для чего? Для того, чтобы купить американские процентные бумаги и получать процент по ним. Все это, конечно же, замкнутый круг, который ни к чему хорошему не ведет. Объяснение такой странной ситуации очень простое. Спрос на американские долговые бумаги в мире падает, никто больше не хочет кредитовать американскую экономику. И поэтому печатные машинки, Банку Англии, Федеральной резервной системе приходится самому покупать свои собственные долговые обязательства. Основной приметой наступающей финансовой эпохи становится торговля в мире не за доллары. Торговля в национальных валютах. На сегодняшний момент Россия начала торговлю в национальных валютах с Белоруссией. Есть такой опыт с Китаем. И вот теперь наступила очередь Венесуэлы. Процесс идет медленно и незаметно. В ноябре 2008 года, во время визита Дмитрия Медведева в Венесуэлу, он и Уго Чавес договорились использовать национальные валюты во взаимных расчетах и создать Российско-Венесуэльский банк. И вот, наконец-то, этот банк создан. И он начинает работать. Новый российский Венесуэльский банк позволит двум крупнейшим нефтедобывающим странам совершенно легально и спокойно проводить финансовые операции в национальных валютах, минуя доллар. Ключевой фразой в сообщении информационных агентств является следующее. Совместный банк будет осуществлять зачисления на счета клиентов экспортной выручки, проводить внешнеторговые расчеты и обслуживать счета клиентов в различной валюте. Основной приметой наступающей новой финансовой эпохи становится торговля товарами не за доллары. Она может осуществляться за различные валюты. Главная суть в том, что доллар постепенно сдает свои позиции. Если раньше 80% мировой торговли происходило только за американскую валюту, то теперь этот процент будет неуклонно снижаться. А значит, снижается спрос на доллары. Это значит, Соединенные Штаты Америки не смогут бесконтрольно печатать доллар дальше, а все остальные не будут его так же активно и охотно собирать. Каким образом Вашингтон может предотвратить это печальное для себя развитие событий? Дестабилизации мировой экономики, дестабилизации мировой политической системы. В ситуации, когда все становится зыбко, когда все становится непрочно, нужно создать иллюзию, что единственной ценностью, которая не подвластна ни политические бури, ни экономические, являются доллар и государственные облигации Соединенных Штатов Америки, которые в этих долларах номинированы. Именно поэтому Соединенные Штаты Америки на сегодня дестабилизируют ситуацию по всему миру. Мы видели попытки разжечь войну между двумя северными Кореями, постоянное создание напряженности вокруг Ирана. На сегодняшний день использован новый метод. Это создание управляемых оранжевых революций в арабских странах. Конечно же, цель здесь не просто поддержка доллара, цель глобальная. Революции в арабских странах — это удар по Европе. Это беженцы, это экономические сложности, которые неизбежно из одного побережья Средиземного моря будут транслироваться на другое побережье Средиземного моря. Если вы посмотрите на карту, вы увидите, что революционная в кавычках Африка — это и есть одно побережье моря, на другом побережье находится спокойная Европа. Уже сегодня массы беженцев устремились туда. Что же будет завтра? Подумайте над этим. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok